Попробовать поработать на той скорости, которая сейчас доступна Арсеналу, ну и посмотреть просто на новых игроков, которых много. Вот, наверное, так можно понять, что Эвертон отправился в финал, а Сток в матч утешительный. Сейчас важны сами игры, да, а не их статус, пожалуй, трофей. Сток и Эвертон в одной паре были, да, под английскую команду Арсенал не рискнули поставить. 45-й номер, и вот он снова с мячом. Спокойно эти сливки снимает Фламине. Ну вот тоже, наверное, такая эффект растренированности, в общем, простой пар. Какие-то персональные, да, те, кто совершили этот длиннющий перелет с командой, но до этого, собственно, с командой особенно и не находились. Кстати, по поводу перелета в шикарном же трофе, азиатский трофей, он не проводится в Сингапуре всегда. Он гуляет, как я уже сказал вначале, по разным точкам Азии. Ох ты, здорово, как! Все мы вам покажем. Вот это, я промечу, было сыграно перед своей штрафной. В премьер-лиге бы такую оплошность наверняка бы не простили. Ну а вот, то есть, к тому месту, откуда вы приехали, очень сложно. Очень сложно, я думаю, что и это тоже на самочувствии Арсенала сказывается. Но от этих турниров отказываться нельзя, потому что огромный рынок, потому что, опять же, маркетинг, деньги. И, надо сказать, что другой вместе. Не знаю, давайте просто дождемся второго этапа. Чего гадать. Строит стадион, так стадион. На нем можно и финал Лиги Чемпионов. Финал Лиги Чемпионов именно нельзя, но Лига Европы здесь поместилась бы с большим удовольствием. В атаке как раз оттене Уэлшера. Здесь показалось, что все в пределах правил. Сингапур в атаке. Где еще скажешь вообще, да, в своей применитательской карьере? Сингапур в атаке. Я уже говорил, что вы здесь составили сборную Сингапуру. Вот это. И бразильцы, и бразилицы, и аргентинцы, и французцы. Но. Если я вас оставлю в невесте. В протоколе. Ребята без номеров. Здорово как, а? Просто праздник жизни какой-то. И это атака с проникновением в штрафную. И даже сюда.